Сегодня по утру на северной окраине Екатеринбурга случилось убийственно неравное лобовое столкновение мелкой легковушки с тяжелым грузовиком. Последний просто подмял под себя малолитражку, расплющил весь передок и не оставил водителю ни малейшего шанса на выживание. Таким образом он поплатился за собственный неоправданный риск. Случилось это на трассе неподалеку от поселка Садового. Есть предположение, что в нем и жил 59-летний мужчина, сидевший за рулем Шкоды и Йети, куда-то с утра очень сильно торопившийся. По записи видеорегистратора, ехавшей следом машины, на которой попали последние секунды его жизни, видно, что он очень настойчиво пытался обогнать шедший перед ним грузовик, но место, где он намеревался это сделать, для обгона категорически не подходит. Не поручимся, что там именно стоят знаки, запрещающие обгон, но сплошная разметка не менее четко не позволяет совершить опережение транспортных средств, связанные с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, как это классифицируется в ПДД. Здесь и дорога загибается влево, так что не видно толком, есть ли там встречные, и как они далеко, да еще и солнце, как видно, светило прямо в глаза. Неудивительно, что в таких условиях целый КамАЗ для пилота Шкоды остался вовремя незамеченным. А дальше просто беда. Пытаясь избежать столкновения, водитель встречного КамАЗа, не задумываясь, ныряет вправо на обочину. Да и рулевой обгоняемого грузовика, заметив, к чему идет дело, тоже подвинулся максимально вправо, сколько мог, тоже проехав по обочине, и если бы легковушка прижалась к нему, то, глядишь, и разъехались бы. Но ее водитель принял смертельно ошибочное решение и выбросился влево, туда же, куда и встречный КамАЗ. Там и случился удар страшной силы. Когда приехала скорая, и когда водителя освободили из смятой в лепешку машины, он уже не подавал признаков жизни. Несмотря на то, что сама авария произошла вне дороги, работа экстренных служб потребовала частичного перекрытия проезжей части и ручного регулирования движения на несколько часов. Все еще утреннее разбирают. Все дома. Пробочка образуется, но регулируют. Пропускное дело. Гаишники стоят, работают. Что касается причин трагедии, то в ГАИ вспоминают еще и аномальную для конца августа жару, из-за которой водители могут терять концентрацию внимания, быстро утомляться и принимать в результате неадекватные обстановки решения. И с этим, пожалуй, не поспоришь. А вот в соцсетях среди комментариев к этой новости обнаружился вот такой, просто процитируем. Житель поселка Садовый, молодой отец семейства, двое детей, накануне поссорился с женой и пьяный сел за руль. «Итог печален, берегите себя и своих близких». Конец цитаты. Ну, скажем так, в 59 лет быть молодым отцом семейства довольно сложно. И если автор что-то напутал с этим утверждением, то и к его же версии о том, что водитель был нетрезв, всерьез тоже, наверное, вряд ли стоит относиться.